Привет! В онлайн-гостях у Слёрма. Меня зовут Евгений Бутырин. Я общаюсь с участниками наших курсов. И сегодня со мной встретились двух инженеров компании InDriver, Радик Сейфурин и Александр Плотников. Надеюсь, что мы поговорим сейчас о КАФКе, о проблемах с ней, решениях и обучении. Начнем о вашей компании. Расскажите о компании InDriver. Компания InDriver – это агрегатор, условно говоря, такси. У нас люди вызывают такси через наше приложение, катаются. То есть чем-то похоже на Яндекс, сети мобил и прочее, но с небольшими отличиями. Основное отличие – это то, что цену предлагает сам пассажир. И за счет низких комиссий можно, скажем так, дешевле вызвать такси с экономикой. Я так понимаю, что InDriver в Якутии образовался из того, что я видел. И сейчас это международная компания. Изначально InDriver основался в Якутии, его головной офис находился там. Но потом постепенно он начал выходить на международный рынок. И сейчас, например, не помню, сколько стран. Это уже десятки стран. Это Латинская Америка, это Азиатские страны. Даже в Африке где-то есть, да? Где-то есть, да. Ну и вот головной офис сейчас находится в Палу-Альто, Кремниевой долине в общем. Ну как же, международная компания и в офисе без Кремниевой долины. Ладно, а вы откуда вышли в эфир Кремниевского города? Мы? Москва? Ну, я Москва, а ты тоже будет Москва, да? Ну да, мы все вместе, как ни странно, из одного места, из Москвы. Понятно. Хорошо. Так, ну дальше тогда давайте поговорим о вашей команде. Какие вы задачи решаете, да, в одной вы команде, там, несколько команд? Ну, Традин, давай. Смотри, короче, у нас разделение есть такое в командах. Мы немножко из двух разных групп рабочих. Я, например, занимаюсь поддержкой текущей инфраструктуры, да, инфраструктуры, развитием ее в том плане, что новых сервисов решение текущих проблем. Ну, то, чем обычно занимаются, скажем так, диопусы широкой направленности или там, слэш-продуктовые диопусы. Радик, он у нас... В общем, расскажу ситуацию. Есть платформа, ну, как сервисная платформа в Endriver, которая сейчас, в принципе, и используется. Она сейчас действует, она сейчас существует, и, в принципе, на ней сейчас крутится сам Endriver. Но мы параллельно разрабатываем проект и уже даже реализовываем проект новой микросервисной платформы, в которую уже учли те недостатки текущей инфраструктуры и платформы. И теперь мы пытаемся от них уйти. И, в общем, у нас получается так, что все девопс-инженеры, они разделились на, грубо говоря, две команды. Те, которые поддерживают старую сервисную платформу, ну, не буду называть это старую, но просто текущую сервисную платформу и разрабатывают новую. И вот как раз-таки во второй команде я и являюсь. То есть я девопс-инженер микросервисной платформы, которая, как говорится, в будущее... Ну, в общем, такое достаточно стандартное разделение. Это платформенная команда и продуктовая, по-моему, условно говоря. Поэтому, я так понимаю, и кавки разные, да? Ты, Радик, говорил, что у вас разные кавки с Александром. Да, все верно, да. То есть, по сути, ну, то есть там со старой платформой кавка, да, здесь новая, но задачи, в принципе, одинаковые, да, решаемые с ней. Ну, в основном, да. Ну, то есть, ты расскажешь о том... Да. Кавку мы начали использовать где-то с середины прошлого года. Сейчас все больше и больше, более активно начинаем использовать. Соответственно, в текущем исполнении развертывал кавку я и поддерживаю ее тоже я. То есть, те сервисы, которые нужны услуги обмена сообщениями, пересылки данных, каких-то миграций данных, какого-то стриминга, да, это все приходит ко мне. Но потом, в дальнейшем, да, по мере миграции наших сервисов на новую микросервисную платформу, все больше и больше будет пользоваться услугами кавки. Радика. Да, ну, мы уже, как бы, получается, в ней уже больше секьюрности, как говорится, больше безопасности. Она вообще в основном, то есть, у нас есть две среды, это тест и прот, и, как бы, конфигурация в обеих средах, ну, инфраструктура позволяет сделать одинаковую конфигурацию, чтобы для разработчиков все было прозрачно. То есть, как и на тесте, так, значит, и на проде. В общем. И мы прикрутили, в общем, авторизацию по SSL-сертификатам в связке с SecretStore Vault, то есть у нас Vault, HashCop Vault, он служит в качестве центра УЦ, удостоверяющий центр для сертификатов, и, получается, он сам выпускает, ну, по опихе мы дергаем его, и выпускаем сертификат для новых клиентов в Кавке. И, получается, это удобство автоматизации и еще плюс безопасность. Понятно. Так, о каких масштабах мы вообще вот говорим про Кавку, о каких масштабах мы говорим, там, QRPS или какой-то другой показатель, который вот слушателям даст понимание объемов, да, вот сообщений, проходящих через Кавку. Ну, если это можно что-то, да, назвать, ну, такое, премьерное там. Скажем так, сейчас мы не то чтобы прям суперактивно используем, но думаю, что мы вырастем раз в 10, может быть, в 20 по RPS. Сейчас я бы сказал, что это несколько тысяч. А с чем вот этот планируемый рост в 10-20 раз? Ну, с ростом компании в целом или какие-то другие? Смотри, у нас как бы мы пересмотрели, ну, в смысле, компания в целом пересматривает подход к написанию ПО с переходом больше на микросервисную архитектуру, соответственно, все больше и больше функций, функционала будет вытаскиваться микросервисы, шины между которыми как раз мы будем использовать КАФКО. Соответственно, по мере роста новых выводимых сервисов будет расти нагрузка на текущие решения КАФКО. Понятно. Так, тогда, наверное, мой следующий вопрос был такой. Какая вот самая частая проблема с КАФКОЙ на проекте? Ну, и тут, наверное, стоит тогда разделить, да, вот, Александр, какая у тебя, да, проблема самая частая с КАФКОЙ на проекте, да, и вот у Радика какая частая проблема? Ну, и как решение, да, основное? Можно рассказать про что-то прям большое, что было, да, или про какую-то вот текущую штуку, которая там взрывает? Ну, да, в принципе, у меня, наверное, сказать-то особо и нечего было. Самая большая проблема была, это как автоматизировать выдачу, ну, как прав на топик, то есть так как КАФКО защищенная, ну, СССР, сертификатом, и, ну, была проблема как-то автоматизировать выдачу прав. Ну, в принципе, это не, ну, это даже не проблема, это была как задача. И, в принципе, мы ее решили с помощью скриптов, то есть у нас как при билде приложения, а, нет, при диплое приложения у нас автоматически дергается API написанного, ну, самописанного сервиса, который автоматически парсит конфиг приложения и создает по нему топики и навешивает права. Ну, в принципе, единственная, наверное, была проблема в большем, и, ну, сейчас особо вообще нагрузки нет на КАФКО, у которого мы в рамках микросервисной платформы развернули. Поэтому и нет проблем. Вот, в принципе, вот. Александр же расскажет сейчас. А, ну, у меня больше проблем, потому что больше нагрузки, но самая, как бы, основная, самая большая боль, которая была, это периодически вылет брокеров по HIP out of space. Вот такая вот проблема, которая нигде не описана, по факту, и пришлось как-то разбираться своими силами в теме различных настроек на КАФКе, в теме каких-то применений гипотез, что могло бы там помочь и решить эту проблему. Вот. Как оказалось, эта проблема, она связана, судя по всему, с каким-то некорректным созданным топиком. То есть, по наблюдениям выяснилось, когда топик активно пишется, логи, когда происходит, скажем так, до запись append logo, да, то есть, запись в новый файл, именно на нулевой партиции происходит, ну, точнее, на лидере нулевой партиции происходит out of space. Вот и все. То есть, ситуация довольно-таки странная, но мы решили ее достаточно просто, пересоздали, ну, точнее, создали другой топик, на него потоки направили, и проблема ушла. Также часто бывают проблемы, связанные, ну, так, относительно, да, там, с open-source инструментами. Допустим, мы используем Dibesium-коннекторы для того, чтобы перекачивать данные, допустим, из одной базы в другую, через кавку. И эти коннекторы, они достаточно, как это, легко ломаются и достаточно сложно восстанавливаются. То есть, если что-то произошло с BD, то есть, там, у нее, там, допустим, мы с реплики выкачиваем данные, у нее сломалась реплика, да, нужно другую перенастроить. Это вызывает ряд сложностей ввиду того, что, как бы, они не очень, как это, юзер-френдли, да, и достаточно много и мелких настроек требует. Вот, но скорее, это такая вот рутина, я бы так сказала. Вот, в остальном, как бы, мы всем довольны, кавка прекрасно работает. Я думаю, это решение большое будущее. и, я думаю, еще много чего, с чем мы столкнемся в процессе, как это, увеличение нагрузки и поле акционного использования. Хорошо. И вот, чтобы сделать этот выпуск, еще полезнее, напишите, уважаемые слушатели, о вашей проблеме, с кавкой или проблемах, как ее решали, или сейчас решаете, такие мини-тесики, которые будут интересны почитать вашим коллегам, вот, в комментариях под видео. А такой у меня вопрос. вот сейчас, да, на новой платформе, которая пилится, нет особо проблем, да, с кавкой. Какие есть предположения? Ну, то есть, есть же такая взгляд, типа, ага, ну, вот нам на это надо проработать, у нас что-то нам от нее ожидать надо, или нет каких-то таких, к чему вы готовитесь заранее с кавкой, может быть? Ну, есть как бы две вещи. это следить за сертификатами, мы еще это не делаем, мы выпускаем пока, ну, на тесте мы на год выпускаем сертификат для клиента, и пока этот год не прошел, мы с этим не мучаемся, но мы закладываем на то, что нужно мониторить сертификаты, и вовремя их обновлять, ну, и также там, рутовый сертификат, ну, и так далее, в общем, мониторить сертификат, ну, а также еще мы, как, мы заранее готовимся к тому, то, что будет рост, ну, допустим, есть консюмеры, продюсеры, которые работают на платформе, и при, ну, например, в том случае, если нагрузка не постоянно, она как волнами идет, мы должны уметь хорошо принимать, ну, как получается, скейлить консюмеры, продюсеры, и то есть мы, ну, в основном, я сейчас говорю про консюмеры, потому что при увеличении потока консюмеры могут не справиться, допустим, в обычном состоянии два консюмера, ну, клиента, консюмер-клиента, если будет такая ситуация, что, допустим, прилетело там, ну, допустим, миллион сообщений, да, ну, я просто круглую цифру взял, и эти два консюмер-клиента, они, естественно, не справятся, ну, кубер автоматически мы хотим сделать как? Мы хотим сделать хпа по консюмер-лагу, если консюмер-лаг увеличивается, то есть хпа, он будет увеличивать количество подов, и тем самым консюмер-клиент, они будут автоматически скейлиться до определенного состояния, но так как у Кавки есть такое, то что одна партия один консюмер-клиент, или там, допустим, ну, то есть как ребаланс там, допустим, одна партия, там, две партии считает один консюмер-клиент, ну, то есть мы автоматически указываем большое, ну, создаем топики с большим количеством партиций, чтобы в случае скейлинга не возникло проблем. Понятно. Сертификат и получается, да, и скейлинг. Хорошо. Так, значит, продолжим дальше, раз говорим про будущее, Кавка тоже развивается, и вот изменения, да, у нее происходят, есть какие-то изменения, ну, планируете ли в старой Кавке, новой, в связи с Кипп500, то есть это отказ, да, планируемый от Зукипера, вот то, что обещает рост количества партиций, до двух миллионов, как-то это вот задевает ваши Кавки? Или это... Ну, пока сейчас, пока сейчас вообще не задевает, и тем более, насколько я знаю, Кипп500, там еще, ну, уход от Зукипера, он все равно, там, вот, это внутренний алгоритм Кавки, он, не поддерживает, я насколько знаю, ACL поддерживает, если сейчас уже не поправлено, на самом деле, я не помню, я читал как-то давно, но на тот момент они еще не поддерживали, то есть невозможно было полностью, полностью функционал использовать. Ну, и, как бы, это еще решение не production ready, оно не протестировано, не опробовано многими специалистами, пока, в принципе, даже переходить на это не думаю, что стоит. Ну, вот, знаете, я когда смотрел, начиналось, когда Кипп500, вообще, в 19-м, по-моему, году, идея, там говорилось про то, что, типа, мы вообще планируем, ну, Зукипер потом убрать, и вот сейчас, по сути, в 2.8 версии вышло, да, первые такие, да, чтобы попробовать без Зукипера, и, ну, возможно, да, получается, вот, если так подумать, то придется, да, как бы, ну, в какой-то момент совсем от Зукипера отказываться, то есть, это вот, как бы, норм, ну, то есть, я вот тут не общался по Кавке, и был такой, такой момент, обсуждали, что, ну, вот сейчас, да, есть Зукипер, с ним все понятно, как бы, уже отлажены процессы, а вот уберут, ну, придется, типа, заново все, да, потому что, как бы, как что отслеживать, мониторить какие-то проблемы. Нет, ну, вообще, отказ от Зукипера, это, груда, я не про то, то, что, ну, типа, неподходящее, все самое, просто нужно немного, мне кажется, выждать, именно, как, не продавший на Рейде решение еще, ну, то есть, нельзя взять его пока. То есть, Радик имеет в виду, что мы подождем немножко, пока будет более зрелым решение, когда все шишки будут набиты, когда основные баги, основные болячки будут выявлены, и пофикшены, и, соответственно, конечно же, мы перейдем, потому что мы не хотим, чтобы у нас капка оставалась старой версии, да, то есть, мы будем переходить, когда уже будут уже дальнейшие, как бы, развитие версии, основные баги будут выявить. Спасибо. Понял, да, я понял, спасибо, понятно. А вот, что еще, ну, из обновлений, которые приходят, вот, за последнее время, как-то улучшила работу. Я читал 2.8 с версии, какой-то, ну, пост или перевод просто обновлений, там прямо расписывалось, как круто, что определение топиков, теперь возможно, по идишникам. Ну, что там уже такое, или, ну, что минорное. Мы пользуемся, поэтому, как бы, нам достаточно того функционала, и, как бы, стабильно освоить тот функционал, который сейчас есть. В особенности, возможно, как бы, у нас будет такая история, как геораспределенность, поэтому я думаю, что там очень много всего, чего мы должны будем узнать, попробовать. Поэтому, как бы, мы исходим из того, что мы будем решать, ну, какие-то прикладные задачи бизнеса, да, и сейчас, вот, какие вещи перед нами стоят, да, мы на них как раз и будем смотреть, как лучше применить функционал Кавки, ее возможности, лучше можно. Круто, спасибо. Так, и теперь перейдем к такому вопросу с другой стороны по Кавки. Вы сейчас проходите курс, да, по Кавки, с Лерма. Расскажите, как к этому пришли? Ну, то есть, зачем вообще? Вы же вдвоем пошли, да, на обучение. Почему? Ну, я попробую ответить. Почему вдвоем сразу быстрый ответ? Наверное, как минимум, бас-фактор, да, кого-нибудь сбивает автобус, если один пошел, то все, у нас экспертиза по Кавке закончилась в компании. Поэтому, как минимум, вдвоем пошли. Для чего? Потому что, как бы, сейчас мы на будущее должны понимать спектр возможностей, которые представляет нам этот инструмент, чтобы, как я уже говорил, лучше его применять и лучшим образом настраивать для обеспечения возможностей и растащего бизнеса. Все достойчиво позже. Почему именно курс? Ну, то есть, вот, всегда, да, встает разницу, что можно там доку посмотреть, статьи почитать, можно курс пройти, просто, не знаю, мероприятия послушать. Почему именно курс? Ну, я отвечу, наверное, вот так, потому что подача материала в курсы довольно-таки грамотная. То есть, сначала идет видеоурокик, где подробным образом рассказываются концепты, основы или какое-то практическое применение каких-то особенностей кавки, да, потом идет закрепляющие проверки в виде какого-то базового тестирования. И самое важное, выделяются виртуальные стенды, на которых можно это сделать on-hands. То есть, это вот примерно так же, как в RedHut подписке, да, на все вот эти курсы, когда начнет теория, и сразу же применяется в практике, потому что, если просто послушать теорию, прочитать статью, послушать курс, без практики, эти все знания, они улетучатся через какое-то время, и ценностей будет мало. Ну, да, и хотелось бы, что, как бы, от Сверма, почему мы пошли именно от Сверма, видеокурс проходить по Кавке, но я было такое, то, что я проходил от Сверма курс по Куберу, точнее, два видеокурса по Кубернест, и мне они, в принципе, понравились, много чего узнал, поэтому у меня какая-то такая вот внутренняя расположенность Сверма, она хорошая, и, в принципе, репутация Сверма хорошая, поэтому выбрали. Здорово, это приятно слышать. А по поводу стендов, вот я не ожидал, конечно, такой вопрос задать, но про это часто говорят, а насколько сложнее, ну, локально у себя вот такую практику с курса разворачивать? Ну, то есть, вот, все говорят, вот есть вакуальные стенды, это удобно, тут же попрактиковался, а насколько геморрой вот как-то альтернативно. Ну, что ты имеешь в виду? здесь стенды, вот, не было бы стендов, да, и насколько вот это тяжело развернуть себя там локально, чтобы вот эту практику уже поделать? Ну, смотри, достаточно просто, учитывая то, что просто скрипты те же самые, там, как запустить кластер из одного брокера, они уже предоставлены даже в бесплатном курсе, да, кластер там из трех брокеров там на трех нодах запустить, тоже как бы скрипты они есть, то есть проблема как бы просто виртуалки нарезать, ну, так идешь в какой-нибудь Google, AWS, там, три клика, как бы у тебя все есть, то есть, либо можешь тот же самый там у себя там на локальном компьютере поднять три виртуалки в какой-нибудь виртулбоксе, то есть вопрос просто, как бы получение доступа к ресурсам, тут просто кнопку нажал, у тебя уже все есть, надо дать время тратить. Да, меньше затрачивается, если есть уже, ну, готовое виртуальное окружение, то это можешь использовать. Понятно, да, ну, время сам дорогой ресурс, в принципе, ясно, я понимаю. Хорошо, с помощью курса, вот, проблемы, которые описывали, получилось как-то решать или, ну, не было цели такой, соответственно, ничего такого для решения проблем не получилось вынести пока? Ну, скажем так, курс не сильно помогает решить текущие проблемы, ну, естественно, потому что проблем может быть несчетное количество и они не могут пересекаться, об этом на курсе тоже может договориться, поэтому пользы в практическом как бы решении проблем было немного, пользы от курса в основном то, что, наверное, мы увидели, да, это то, что более подробное как бы понимание того, как работает КАФК, как она внутри устроена, да, как она внутри устроена, какие происходят процессы, было также полезно узнать на будущее концепты построения геораспределенных систем, я думаю, что придет, ну, как бы у нас возможно будем сталкиваться, также было достаточно полезно, я думаю, Радик это отметит, это достаточно хорошая информация, как КАФКу мониторить, там даже есть готовые дешборды, которые просто можно взять и использовать, то есть настолько все удобно, вот, и те вещи, которые, допустим, не сильно очевидны, да, можно послушать у ребят, которые как раз написали этот курс, в котором был больше опыта, да, и они понимали, какие еще метрики, допустим, имеет смысл брать в мониторинг, без опыта, наверное, это сложно увидеть сразу, да, может быть, и очень сложно. Вот по содержанию курса немного сказали, было что-то такое, что инсайт, не хочу слово использовать, удивило, я не знаю, шокировало, может, стало откровением, что вроде работаешь с КАФКой, нифига себе, ну мало ли. Ну, не было, наверное, такого, у меня такого не было, мы имели небольшой опыт работы с КАФКой, и получается мы просто подтянули свои знания в плане теоретической экспертизы, как она работает внутренне, как она устроена, как распределяется при балансе, делается партицией, что происходит с консюмерами, продюсерами при отключении какого-то брокера, допустим, и как бы вот такое чисто теоретическое познание и в принципе, что такого прямо удивило не было. Тем не менее, это помогло лучше структурировать как бы знания, то есть даже если повторение там, отвлечение, ну да, в какой-то мере. Согласен. А сложное было что-то из практики или в целом для понимания в какая-то тема? Ну, честно, нет, наверное. Но, так как это все-таки потому что у нас небольшая, экспертиза была уже. Ну, я думаю, это уже было бы немного страшновато. Ну да, потому что слишком много информации новой, которой практики особо не было бы уже. И это все, чтобы осталось в голове, нужно больше, наверное, усилий именно так практических требований. Да, ну это хорошо, что любая теоретическая часть, она закрепляется практически сразу, а не в конце урока, ну не в конце курса точнее. Ну вообще, да, этот курс, он прекрасно подходит для людей, которые вот просто начинают, да, вот хочу кавкать знать, кавкать это полезно, кавкать это используется во многих компаниях, а будет еще больше количества их использоваться. Я хочу знать, то есть буквально там за неделю могу уже знать и рассказывать довольно-таки уверенным языком, например, на собеседовании, как круто я умею там, знаю кавку. Да. Хорошо. А в кавке там есть в конце итоговый проект, есть разработчики, есть админов, доходили до итогового проекта уже? Что это такое? В принципе, и скажу честно так, я дошел до итогового проекта, но в основном как был, получается, курс вышел, если не совру, ну ладно, в начале апреля, в апреле, по-моему. Да, да, да. И вот как раз таки проект был немного позже выставлен уже в открытый показ, и то есть я прошел, ну вот я про свою историю рассказываю, я прошел до того, как проект был выставлен, еще порядка там недели, или сколько там ждал, пока его выложат. но в моем представлении итоговый проект был это какой-то продакшн-реди кластер, который я мог бы посмотреть, посмотреть, какие там настройки правильно указаны, и ну там сравнить их со своими, с настройками своего кластера и применить их. Но я немного не того, наверное, ожидал, мои ожидания были немного другими, чем сам итоговый проект, ну и я его не прошел. Ну просто как бы смотри, тут же все-таки наверное таргетирование курса, да, то есть с нуля рассказывают про Кавку, а у нас уже есть опыт какой-то, да, меню. Нет, я это не меню, это не как минус, я бы сказал, но я... Ну ожидания могут быть разные, да, это в принципе понятно. Александр, а ты работал с итоговым проектом, делал? Ну еще пока нет, я как раз за него дошел, я его просмотрел кратко, я так понимаю, там нужно поднять кластер, что-то с ним поделать, по сути, я на работе этим занимаюсь, то есть этап задачи сложнее, чем итоговый проект, поэтому, ну, я думаю, что пройду в ближайшие пару дней, вот, типа, просто так, для практики, чтобы было. Ну, то есть, это получается, опять же, если у тебя нету такой постоянной, да, ты не админишь шкафку, то это тогда, да, норм, как раз, получается, какой-то джуниор уровень, да, администрирования кафки, да, по тесту. Ну, для новичков это, ну, это хороший опыт будет, развернуть свой кластер. Но вот те задачи, которые там есть, они похожи на, ну, на реальную практику, да, я правильно, я сам так понял? Ну, скажем так, они, понятно, чем-то они, да, похожи, в чем-то, в чем-то есть отличие. Вообще, как бы, все, задачи бывают разные, да, и, естественно, ожидать, чтобы это прямо один в один, как рабочие задачи не будет, но, тем не менее, это дает понимание, что нужно делать, в каком направлении двигаться, чтобы иметь какое-то рабочее решение, это в принципе в пользу. Спасибо большое. И заключительный у меня такой вопрос, он, наверное, больше личный такой каждому из вас. Какие-то планы у вас есть на дальнейшее развитие, ну, в целом, да, свое, вот, или нет? Нет, конечно. Будем сидеть и чем делать. На самом деле все шутки, но, наверное, я скажу за всех, потому что, в принципе, цели у всех глобальные и одинаковые, потому что, ну, у вас прямо в идеальном будущем это будет несколько распределенных кластеров, которые будут зеркалиться как-то, ну, в принципе, архитектуру мы еще не продумали, но, в принципе, оно так и должно быть, потому что все-таки международная компания и без распределенных кластеров это будет немного не то, неправильно. ни high load, ни синего, нераспределенных. И, в принципе, надо повышать нагрузку, потому что, как сейчас, ну, у нас есть, я скажу так, есть монолит, и как бы, как он взаимодействует с Кавкой, это не то, как хотелось бы вообще, чтобы взаимодействовали с ней, вот, и мы будем приводить это к лучшему виду, исправлять недочеты и делать больше нагрузки на нее, потому что, чем больше нагрузка, тем больше интересных возможностей и проблем. Интересных проблем. Радик, неужели ты хочешь побольше проблем? Ну, а что, не скучно разве? Вот тебя видишь, не скучно. Больше интересного опыта, скажем. Интересного опыта из-за интересных проблем. В свою очередь, хотим сказать большое спасибо ребятам, которые создали этот курс. Это, в любом случае, было очень полезным, классным. Было самое сложное в курсе, это вот найти время на его прохождение. Ввиду, много рабочих задач. Вот, из того, что, как бы, касательно, вот, еще хотелось бы отметить, в качестве, что можно немножко лучше, стенды, они выдаются на 6 часов. Допустим, с утра у меня есть минутка, я сажусь, запускаю стенд, начинаю что-то делать, а потом у меня рабочая задача, срочно, 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 я где-нибудь под конец дня освобождаюсь, а у меня стенд уже устал, умер и выключился, и, точнее, стерся даже, да. Если будет возможность, вот, для исключения таких случаев, я бы предложил расширить, как бы, вот этот тайм-виндов на 8-9 часов, чтобы рабочий день захватывать, Было бы классно. Ну, в плане юзер-эксперции. Спасибо большое за обратную связь, за то, что рассказали и про компанию, и про Кавку, и про курс. Было очень приятно с вами сегодня пообщаться. Взаимно, взаимно, да. Спасибо вам. Тогда прощаемся. Пока-пока. Да. Пока-пока. Пока-пока.